С 15 апреля начинается прием документов в Северокавказское Суворовское военное училище. Накануне для абитуриентов организовали день открытых дверей. Познакомиться с настоящей жизнью одного из престижных учебных заведений республики мог каждый желающий. Ребятам показали музей истории, спортивный зал и рассказали о том, как организован учебный процесс, но предупредили, все намного строже, чем кажется. Подробности в материале моей коллеги Аланы Томаевой. В Суворовском училище сегодня непривычно многолюдно. Эти юные ребята с интересом гуляют по коридорам учебного заведения и заглядывают в каждый уголок. Многие из них уже точно знают, учиться хотят здесь. Я хочу поступить в Суворовское училище, потому что здесь интересно, здесь можно заниматься спортом, играть в разные игры, познакомиться с товарищами. В Северокавказском Суворовском военном училище уже традиционный день открытых дверей. С каждым годом желающих поступить все больше. В этот раз училище посетили почти 500 человек. Для молодых ребят устроили экскурсию по учебным классам, показали столовую, спортивный зал и музей истории. Как правило, в училище поступать приезжают из разных уголков Северного Кавказа и России. У меня учится здесь Суворовец, старший сыночек. Я очень довольна, очень довольна учителями, очень довольна, насколько он изменился. Изменился он в лучшую сторону. Нравится здесь в отношении подход к детям совсем другой. И со стороны успеваемости он поднялся. Режим в училище не детский. Об этом родители и детей предупреждают сразу. Здесь почти как в армии. Просыпаемся мы в 7 часов утра и одеваемся в спортивную форму. Сейчас зима и у нас зимняя спортивная форма. А летом у нас бывает вот такая. Потом мы умываемся и заправляем кровати. Вот так. Сначала заправлять кровати бывает очень сложно, но потом уже привыкаешь. После этого назначаются уборщики. Они убираются в кубриках, а мы идем на завтрак. А после завтрака? После завтрака у нас развод. После развода в 9 часов у нас начинаются уроки. В училище уверены – это только на пользу. Иначе дисциплину и характер не воспитать. Впрочем, юные суворовцы привыкают к порядку быстро. Мне нравится повседневная жизнь, учеба, военная техника нравится. Как считаешь, если парень учится в суворовском училище, каким он станет? Какие качества он приобретет здесь? Он станет смелым, сильнее, лучше станет. Для руководства училища принципиально не только военная подготовка. В приоритете – всестороннее развитие ребенка. Помимо привычных уроков, юные суворовцы активно занимаются сразу несколькими видами спорта, изучают два иностранных языка, практикуют научную деятельность, играют в шахматы и даже обучаются танцам. Именно занятостью детей родители чаще всего интересуются на дне открытых дверей. Родители очень живо интересуются, во-первых, условиями проживания, учебно-материальной базой, как мы их кормим, как одеваем, как ребенок, кроме учебной программы, чем загружен еще в оставшееся время от учебы, чем загружен ребенок. То есть, мы рассказываем, что помимо достойного образования, ребенок в стенах училища получает и всестороннее развитие. Прием документов стартует 15 апреля. Отборочные испытания начнутся в начале июня. Их результаты отправят в Министерство обороны России и уже по приказу ведомства в Северокавказское и Суворовское военное училище зачислят новых кадетов. Алана Тумаева, Александр Каджаев. Новости осетии.